Паровозы оставались властелинами расстояний целый век, но пришлось уступить место электровозам, ведь коэффициент порезного действия самого совершенного паровоза не превышал 10 процентов. Коэффициент порезного действия современных электровозов 90-95 процентов. Если включить в подсчет и электростанции, и линии электропередач, КПД тоже будет высоким, около 25 процентов. Электрификация железных дорог дает большую экономию топливно-энергетических ресурсов. Сегодня у нас более 140 тысяч километров железных дорог. И уже больше 45 тысяч электрифицированных. Еще 6 тысяч с учетом Байкала-Амурской магистрали прибавит 11-я пятилетка. Построить электрифицированную магистраль, это значит, кроме укладки рельсовых путей, смонтировать еще и контактную сеть. Знакомство с ее устройством мы начинаем с контактной подвески. Основной элемент подвески — опора. Оснащенная консолями, изоляторами, фиксаторами. На опору подвешен несущий трос. Это каркас цепной контактной подвески. Контактный провод соединен с несущим тросом множеством струн. Ток проходит по всей системе. За счет этого увеличивается общее сечение, а значит, и величина тока. Напряжение при работе на постоянном токе — 3,3 кВт. При работе на переменном — 25 кВт. Оптимальное расстояние между струнами — 10-12 метров. А между несущим тросом и контактным проводом в точке крепления — от метра 80 сантиметров до 2 метров 20 сантиметров. Под влиянием температурных колебаний натяжение проводов изменяется. Регулировать его помогают специальные компенсирующие устройства. Это полукомпенсированная цепная подвеска. Несущий трос закреплен на опоре жестко, а контактный провод перекинут через блок и все время подтягивается грузом. Это компенсированная цепная подвеска. Здесь и контактный провод, и несущий трос снабжены компенсаторами. Конструкция подвески может быть безрессор, как эта, или срессорными струнами, что повышает ее эластичность, улучшает съем тока. Рессорные струны монтируют под опорными узлами. Стрела провеса контактного провода при этом значительно уменьшается. Рассмотрим, как располагаются несущий трос и контактный провод над осевой линией пути. Посмотрим на подвеску сверху. Контактный провод расположен строго под несущим тросом. Это вертикальная подвеска. Есть конструкции повышенной ветроустойчивости. Полукосая подвеска. Несущий трос располагается над осевой линией, а контактный провод, как обычно, зигзагом. Косая подвеска. Оба провода смещены по отношению к осевой линии, оттягиваются в разные стороны. Такая подвеска устойчивее полукосой. Подвеска ромбовидная. Применяется в районах с сильными ветрами. Теперь познакомимся с опорами. Наиболее распространены опоры железобетонные. Это антерные. Служат для закрепления концов подвески. Именно на них устанавливаются компенсаторы. Опоры переходные. Несут две подвески в местах перехода с одного участка на другой. Промежуточные опоры. Это рядовые опоры, держащие контактную сеть. Опоры фиксирующие. На них, как правило, и крепятся оттяжки, смещающие в сторону провода подвески. Фидерные опоры. Несут фидер, питающую линию. Итак, обычная промежуточная опора. А это переходная. Несет две подвески. Заканчивается один участок, начинается другой. Анкерная с компенсатором. Кривая. Кроме промежуточной, здесь есть, конечно, и фиксирующие опоры с оттяжками. Тяговая подстанция. И значит, много фидерных опор. Здесь берет начало фидер, подводящий питание к рабочим участкам контактной сети. Фидерные опоры выше других. Ведь питающая линия должна проходить над строениями и автомобильными дорогами. Пока приведет она ток к железнодорожной магистрали. На таких же опорах подвешиваются и линии, возвращающие с контактной сети энергию на подстанции, отсасывающие линии. Прелезобетонные опоры, как правило, устанавливают без фундамента. Их массовое применение позволяет экономить значительное количество металла. Металлические опоры применяют там, где необходима повышенная надежность. Устанавливают их на железобетонном фундаменте. Высокие металлические опоры часто используют в качестве фидерных. Поперечины — это конструкции, способные держать несколько контактных подвесок. Устанавливаются они на обычных опорах. Жесткие ригели состоят из блоков с параллельными поясами и диагональными связями. Стыкуются блоки накладками из уголков. Соединения укрепляют распорками. Длина ригелей от 16 до 44 метров. Они могут перекрывать 5-8 путей, а при установке боковых консолей — до 12. Применяют их на железнодорожных многопутных перегонах, на станциях, на сортировочных узлах. Поперечина гибкая — это система тросов, натянутых над многими железнодорожными путями. Стальная паутина, образованная поперечными и продольными элементами, прочно удерживает до 15 контактных подвесок. Длина тросов составляет при этом значительную величину. Образуется довольно большой провес, и концы поперечных тросов приходится поднимать высоко. Поэтому здесь применяют металлические опоры высотой 15 и 20 метров. Между опорой и поперечиной ставят изоляторы. Это позволяет на всех проводах, на всех цепных подвесках проводить ремонтные работы без снятия напряжения в контактной сети. Элементами опорной системы являются и консоли. Вот эти однопутные, это двухпутные. Такие применяются реже. Наклонные консоли изготавливают из двух швеллеров или трубы. Если изоляторы поставлены вот так, консоль называют неизолированной. Она неизолирована от опоры. Такие консоли заземляют. Пример изолированной консоли. Изоляторы в местах соединения консоли с опорой. На фиксаторе, как правило, изолятора нет. Достаточно этого. Штанга с отверстиями для регулировки высоты подвеса. При изолированной консоли можно вести работу на проводах без снятия напряжения с контактной сети. Крепят консоли с помощью пяты поворотного типа. Она допускает поворот консоли на 90 градусов. С одного пути на другой поезда переходят по стрелочным переводам. В контактной сети им соответствуют воздушные стрелки. Переходя с одного контактного провода на другой, токоприемник не должен попасть в зазор между ними. Поэтому в месте пересечения проводов устанавливают ограничитель, благодаря которому токоприемник приподнимает сразу оба провода. И зазоры между ними не образуются. Вот это несложное устройство. По стрелочным переводам, по воздушным стрелкам на главный путь. И вперед, все наращивая скорость. У экспресса «Москва-Ленинград» она достигает 200 км в час. При высоких скоростях движения, возросшем весе грузовых поездов, особенно важно поддержание в контактной сети стабильного напряжения. С этой целью контактная сеть делится на отдельные секции и анкерные участки. Каждый участок питается отдельными фидерами. Фидеры подключают к обоим концам участка. Это и позволяет поддерживать заданный уровень напряжения. Это продольное секционирование. Независимое питание, как правило, предусматривается и для контактных сетей, идущих параллельно. Это поперечное секционирование. Сопряжение — это участок пути, где кончается одна секция контактной сети и начинается другая. На протяжении определенного отрезка две контактные подвески идут рядом. При прохождении сопряжения не должен нарушаться непрерывный съем тока, не должна снижаться установленная скорость поезда. Обе контактные подвески находятся строго на одной высоте, что достигается точной установкой консолей, фиксаторов, несущих тросов и контактных проводов и последующей регулировкой системы. Благодаря этому обеспечивается незаметный переход поезда с одного участка на другой. В разделении контактных сетей на секции важную роль играют секционные изоляторы и секционные разъединители. Продольный секционный изолятор — это как бы вставка в контактный провод диэлектрика, не мешающая проходу токоприемника. На линиях переменного тока чаще всего применяют секционные изоляторы ЦНИИ-12. На линиях постоянного тока главным образом С2У и С6. В качестве подвесных и натяжных применяют тарельчатые изоляторы. Их стержни заканчиваются пестиком или серьгой, позволяющими комплектовать гирлянды. Широкое распространение, особенно на участках переменного тока, получились стержневые фарфоровые изоляторы. Они армированы двумя шапками из ковкого чугуна. В фиксаторном изоляторе в одной из шапок есть патрубок с резьбой для соединения с фиксатором. Полимерные изоляторы. В последнее время в некоторых узлах контактной сети их начали применять вместо фарфоровых. Не уступая им подиэлектрическим свойствам, полимерные изоляторы меньше подвержены механическим повреждениям благодаря эластичности материала. Эти устройства служат для разъединения электрических сетей. На линиях постоянного тока применяются секционные разъединители РС-3000. На линиях переменного тока секционные разъединители РНД-35. Выключение секций или фидерных линий осуществляют с помощью специальных приводов. Благодаря широкому внедрению централизованной диспетчерской службы в настоящее время применяется дистанционное управление секционными разъединителями. Но как аварийный вариант и в этом случае предусмотрено ручное отключение. Наш фильм — это краткий рассказ о контактной сите электрифицированных железных дорог. Хорошее ее состояние — одно из условий бесперебойной работы железнодорожного транспорта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok